Здравствуйте. Капитан дальнего плавания. Здравствуйте всем, приятного аппетита. Воспитанница, моя муж и жена. Константин и Вера Матешовы – оба воспитанники Азовского детского дома. Здесь познакомились, выросли, а когда вышли во взрослую жизнь, создали семью. Время от времени наведываются в свой родной дом. А сегодня у него такой замечательный повод – 100-летний юбилей. Скажите, чему вас научил детский дом, жизнь в детском доме? В жизни в детском доме научил, как я девушка. Во мне качество воспитал именно, как должна быть мамой, какой должна быть мамой, как я должна воспитать своих детей и в каком содержании должна содержать дом, детей, чтобы уют, как создавать уют в доме. Я считаю, это самое главное. Проживание детей в детском доме, а сейчас он называется «Центр помощи детям», организовано по принципу семейного воспитания. Кстати, в настоящее время здесь находится всего 11 ребят от 3 до 15 лет. Занятия проходят в двух группах, где есть все необходимое. Спальни рассчитаны на проживание двух человек. Воспитанники размещаются с учетом степени родства. Также здесь есть медицинский блок и приемно-карантинное отделение. Для увлеченных спортом оборудован специальный зал с различными тренажерами. А большая светлая столовая может вместить до 50 человек. Раньше здесь, конечно, было по-другому немножко. Тут стояли 8 столов обычных квадратных на 4 человека. Кушали мы по 2-3 смены. И, естественно, как поели, как говорится, сами все убрали. Я сколько раз и картошку чистил, и посуду мыл. Ну, в общем, не скучали, как говорится. Ну, а сейчас оценку какую дадите? Ну, оценку вообще все на высшем уровне, вообще все прекрасно. И не только здесь все поменялось. Я там тоже был, там тоже все поменялось. То есть все удобства для воспитания хороших, как говорится, людей. Еще один предмет для гордости – это местная библиотека. Здесь собрано 10 тысяч книг. 15 лет ею заведует Нина Алексеевна Шамшеева. По ее словам, дети сейчас больше интересуются фантастической литературой и детективами. Ну, а школьная программа – это, конечно, классические произведения. Небольшая библиотека, но очень содержательная. Наши дети в другие библиотеки ходим только в гости. А все, что нужно для школы, для своего развития, для удовлетворения своих интеллектуальных возможностей, есть у нас здесь. У нас 4 компьютера, есть интернет. Все возможности для того, чтобы учиться. На месте, где сейчас находится здание детского дома в начале 90-х годов 19 века, была усадьба благотворительницы Ларисы Васильевны Тимирман. В честь праздника парку, расположенному во дворе заведения, было присвоено ее имя. А также заложена капсула с посланием в будущее от сотрудников и воспитанников Центра помощи детям. Помимо этого, на территории учебного заведения состоялось торжественное открытие мини-футбольного поля. Коллектив Азовского Центра помощи детям – это сильная, сплоченная команда высококвалифицированных специалистов. 21 год руководит этим коллективом Елена Байер. Она сама когда-то выросла в детском доме. И за время своей работы на посту директора вынесла один важный принцип воспитания детей. Самое главное в нашей работе – это любить. Любить ребенка. Хороший он или плохой, или слушается он, или не принимает взрослых. Его надо любить. Потому что самое ценное в нашей жизни – это наши дети. У Елены Байер есть причины для гордости. Из 154 ее выпускников ни один не оставил своего ребенка до воспитания государства. Для них это табу. Если такая тенденция продолжится, то детские дома можно будет закрывать. Екатерина Четверикова, Юрий Бабенко. АСОВ. 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 Продолжение следует...